Севастопольские школьники вернулись с Анапы, где принимали участие в президентских состязаниях. Подробнее о поездке расскажут гости нашей студии, учитель физкультуры средней общеобразовательной школы номер 60 Юнона Нестерова и ученики средней общеобразовательной школы номер 60 Александр Левчук и Анастасия Витвицкая. Здравствуйте! Здравствуйте! Что же это была за поездка? Это были всероссийские спортивные соревнования школьников под названием президентские состязания. Они проводятся уже 18 раз. В них участвует вся Россия. Наш Севастополь в этом году участвовал в первый раз. Мы участвовали в этом году, правда, вне конкурса, так как внутригородских не было отборочного тура, поэтому решили, что наша команда пока будет выступать вне конкурса, как пробный раз. Но мы участвовали во всех состязаниях, мы получали за все баллы, мы считали, мы переживали. Было 77 регионов и 77 команд было городских. Там делились команды на городские команды и на сельские. Мы выступали за городскую, естественно. Ну, мы сами подсчитали потом по нашим баллам. В среднем из 77 мы заняли где-то 34-36 место. Очень сложно, конечно, почитать скрупулезно, потому что где-то мы были лучшие, где-то были лучшие другие. И каждый в своих каких-то мероприятиях чувствовал себя где-то лучше, где-то хуже. Поэтому вот в среднем, я считаю, такой результат для нашей команды, для нас, как для новичков в этой области, очень хороший. Я так понимаю, был довольно-таки такой успешный дебют. Да, я бы сказала, да. Попасть вообще на такие состязания, я считаю, для детей, для нас, как для педагогов, очень большой опыт. И, естественно, в дальнейшем мы уже знаем, что там делать, как нужно готовиться. Поэтому, когда, если вдруг мы еще туда попадем, я думаю, что десятка нам обеспечена. У нас есть небольшой видеоматериал, давайте посмотрим, а потом вернемся к беседе. Да, конечно. Президентские состязания Скандируют трибуны вслух Президентские состязания Борьбы неповторимый дух Шумят на площади знамена На стадионе гул борьбы Мы молодая смена Со спортом дружим все на ты Прибудут уже трибуны И светятся огни Для наших чемпионов Для наших чемпионов Российский гимн звучит Президентские состязания Скандируют трибуны вслух Президентские состязания Борьбы неповторимый дух Поставим здесь свои рекорды И наших пишут имена К победе К победе шагом твердым За нас болеет вся страна Прибудут уже трибуны И светятся огни Для наших чемпионов Российский гимн звучит Президентские состязания Скандируют трибуны вслух Президентские состязания Борьбы неповторимый дух Ну, судя по видео, такое очень интересное и необычное мероприятие Но давайте поговорим подробнее о нем Какие там были конкурсы Что должны были сделать ребята? Значит, были обязательные виды конкурсов И были на выбор Обязательные это были многоборья Что включало в себя различные виды легкой атлетики И обязательным был творческий конкурс Нас, нашу команду, отличили И назвали самым патриотичным выступлением Очень было нам, конечно, приятно А что это было за выступление? Ребята Мы рассказывали о самых значимых событиях В севастопольской истории Это Первая мировая война Вторая мировая война Вступление Крыма в Россию И все это сопровождалось Видео, патриотической музыкой Патриотическими танцами с флагами Подготовили ребята, молодцы И, естественно, в конце Под прекрасную песню Про не гимн Севастополя А есть тоже о Севастополе Хорошая песня Очень ребята под нее танцевали Такой достаточно жесткий патриотический танец И с элементами спортивных, акробатических разных вставочек И всем очень понравилось Также были дисциплины по выбору Это игровые, баскетбол, дартс, бадминтон Вот у нас ребята отличились И Саша, и Настя У нас ездило 16 человек Выбирали мы детей По конкурсу Департамент образования нашего Севастополя Значит, выбрала нашу школу И, естественно, нам нужно было выбрать лучших ребят Мы все лето тренировались Выбирали лучших Они между собой соревновались сначала И лучше, естественно, поехали на это мероприятие Значит, проходило это мероприятие С 5 по 25 сентября В городе Анапе В поселке Суко Там находится ВДЦ смена Это прекраснейший лагерь Замечательнейшие условия Нам очень все понравилось Лично я была в восторге Для нашего уровня это, конечно, было прекрасно И там же прекрасные спортивные площадки База Наши ребята старались изо всех сил Каждый из 16 человек улучшил свои личные результаты Чем мы были безумно довольны Каждый из ребят стремился показать себя Как можно лучше Как можно больше приложить усилий Как можно лучше выступить, естественно Для того, чтобы не опозорить честь себя, родителей, школы Нашего Севастополя Ну что ж, ребят, как вам приездка, признавайтесь Понравилось ли все? Да, очень понравилось А что тебе больше всего понравилось? Ну, сами соревнования А какой тебе, может, момент соревнований больше всего запомнился? Остались какие-то яркие впечатления? Да Да, на короткие дистанции бег На длинные Прожег в длину Вот говорили, что ты отличился, да? В чем ты отличился? На коротких дистанциях, на 30 метров Ты пробежал лучше всех? Попал в 20-ку лучших Ну, ты доволен своим результатом? Либо будешь еще дальше заниматься? Дальше буду заниматься Да? То есть ты так серьезно настроен, да? А тебе что больше всего запомнилось? Очень понравилось, как мы бежали километр Это очень было сложно Мы очень волновались Но в итоге показали не самые худшие результаты Также мне понравилась игра дартс Это были соревнования на выбор Из 205 человек Это уже были объединены и город, и поселок Я заняла пятое место Ну, ты довольна в целом своими результатами? Либо хотелось немножечко больше, немножечко лучше? Я очень довольна своими результатами На тренировках у меня так не получалось А тренировки бросать не собираешься? Нет, я буду продолжать заниматься А что тебе еще запомнилось? Удалось ли познакомиться с какими-то ребятами интересными? Мы всегда хотели, мы всегда стремились познакомиться с какими-то другими разными регионами И у нас это очень хорошо получалось Также приезжали к нам разные гости Такие как чемпион по бодибилдингу Юрий Голубев Он показывал нам мастер-классы Мы очень смотрели и завораживало Ну, а в следующем году хотелось бы поехать? Очень бы хотелось бы попасть на 20-е Олимпийские игры Очень интересно То есть сдаваться вы не собираетесь, да? Только вперед, дальше тренироваться и заниматься, и совершенствоваться, верно? Да Но у вас какие планы на ребят сейчас? Была жеребьевка В следующем году планируется, что поедут девятые классы Которые сейчас восьмые Будем стараться весь год их готовить Для того, чтобы Так как уже будет междугородской конкурс Выступить для того, чтобы опять поехать Для того, чтобы, естественно, занять какие-то призовые места Там были прекрасные подарки От, значит, организаторов От Российской Федерации Да, так как это президентские состязания К сожалению, самого президента мы не увидели Но на открытии зачитывали письмо от него С пожеланиями детям Также, естественно, и подарки были все хорошие, прекрасные И детям, детям, даже всем детям Участвующим признавали продукцию этого лагеря Футболки, кепки, вымпела Там бейджики какие-то, фонарики В общем, полный комплект Я думаю, что им всем понравилось Ну, по крайней мере, мы так надеемся Нам, как тренерам, поскромнее, конечно Мы получили блокнотики с ручками, значки При этом также для нас, как для тренеров, устраивались мастер-классы То есть не только ребят готовили, но и вас готовили Конечно, естественно, для нас это тоже было очень приятно Сейчас по всей России вводится новый проект Самбо в школу называется И я и руководитель нашей деликации Елена Петровна Шевченко Мы побывали на этом круглом столе Мы получили сертификаты Как педагоги За участие в этом проекте И я думаю, что нужно пробовать Нужно внедрять для ребят Новые эти проекты, новые введения Сейчас это приветствуется Спорткомитетом Российской Федерации И даются какие-то стимулирующие Коврики в подарок, еще что-то То есть все делается для развития детей в спорте Для того, чтобы наши дети развивались И двигались вперед К сожалению, время нашей передачи уже стекло Спасибо вам большое, что пришли Новых вам спортивных достижений, успехов И всего самого-самого лучшего Спасибо Напомним, у нас в гостях были Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы Номер 60 Юнона Нестерова И ученики средней общеобразовательной школы Номер 60 Александр Левчук И Анастасия Витвицкая Это была программа «В контексте» Все самое интересное впереди Оставайтесь с нами Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...